Всем привет! С нами Александра Анисимова, художница, арт-терапевт, создатель авторских колод метафорических карт. Саша, здравствуй. Привет, Таня. Как так получилось, что ты, будучи художницей, арт-терапевтом вдруг стала писать книгу? Знаешь, дело в том, что изобразительное искусство — это не единственный вид творчества, которым я занимаюсь. У меня много направлений — это и танцы, файер-шоу, изобразительное искусство, и в том числе писательство. Но именно как книгу, это будет первый опыт. А так писать я начала довольно-таки давно. Даже, можно сказать, я писала что-то всегда, практически всегда. В последнее время это были в основном посты в соцсетях. Просто тот опыт, который я проживаю, он такой, что им очень хочется делиться. Им просто невозможно не делиться. Это такие события, которые я сама думаю, мамочки, неужели это со мной произошло? Хочется рассказывать про это. Это были посты про мои путешествия, про приключения, про какие-то удивительные, невероятные связки, которые происходили в поездках. И первая идея книги родилась у меня еще, наверное, лет шесть назад, когда я проживала такой опыт. Я училась водить автомобиль. Это было долго, сложно. Были такие ситуации, что, скажем, один раз я проедусь за рулем, и потом полгода прихожу в себя, перевариваю весь стресс. Были ситуации, когда у меня машины ломались, когда я вставала посреди трассы, потому что я не видела, что закончился бензин. Наполнить сразу, залить бензин я не могла. Я ездила с канистрой, и открыть эту канистру я тоже сама не могла. Мне приходилось кого-нибудь стопить, просить, чтобы мне открыли канистру. Потом я заливала бензин, и только потом ехала дальше. Ты знаешь, я соединяю и творческие направления, и однопременно направления, где нужно все-таки включать ум, быть рациональным. Причем не всегда эта функция работает. Есть кнопочка «включил мозг», есть кнопочка «выключил мозг». Я пользуюсь этими свойствами. И я стала записывать эти истории в маленькие заметки. Они помогали мне пережить стресс. Потому что я очень переживала. Мне очень-очень хотелось водить машину, но мне было очень сложно и очень тяжело. Я не могла начать водить в Москве в шесть лет. И потом только где-то на более спокойных дорогах потихонечку. Это стало у меня получаться. И потом, когда это вдруг, спойлер, перешло в целое автопутешествие, об этом, кстати, будут мои следующие книги. Это была просто такая невероятная степень свободы, такие возможности. И это создавались просто какие-то удивительные поездки. То есть я человек, который не мог водить вообще. Один раз проедется, потом полгода стрессует. И потом я человек, который проезжает 1400 километров за день от Краснодара до Москвы самостоятельно за рулем. Или проезжать 8000 километров из Москвы в Крым, из Крыма в Пятигорск, из Пятигорска в Дагестан, и потом обратно за Москву. И это все за рулем. Ну, ты представляешь? И все это со всякими очень классными интересными историями. Ну, кстати, по поводу вождения тоже откликнулось у меня, потому что я также не могла сесть. Я получила права в 2008 году, а села за руль только в 2013. То есть тоже был страх. Это все перепорола я. Несмотря на то, что я считала, что я стрессоустойчивая, но все равно это, я думаю, многие такая проблема. Да, да. И в этом плане очень важна поддержка. Бывало, вот когда я только начинала водить, кого-то просила с собой ехать. И на меня эти люди орали, просто сказали, ты что не видишь тут эти колдовины? Вот. И найти себе как бы спокойную поддержку, да, организовать себе поддержку или поверить в себя, что действительно можешь управлять машиной, можешь ездить, можешь позволить себе свободу куда-то выехать далеко, да, а не только там пользоваться такси, автобусом, да. Можешь позволить себе свободу иметь свой автомобиль. Это прямо дорогого стоит. Для этого очень нужно поверить в себя. Смотри, вначале ты начала публиковаться в соцсетях. Кто откликался на твои истории, на твои посты? Кто твоя была целевая аудитория, которая в тебя поверила и сказала, давай пиши книгу? Вот такой призыв появился. Ты знаешь, изначально это были всегда просто знакомые, друзья и из моего города, и из Москвы, и из Дмитрова. Потом по мере путешествий это стали появляться люди, которых я встречала в поездках. То есть это люди, населяющие нашу большую страну, да, которые, скажем, летом приезжали на Черноморское побережье, люди из других городов, иногда из других стран. И, кстати, очень интересно, вот это вот как бы чувство связи, да, ты встречаешься с человеком совершенно из другого места, и вы продолжаете общение. Это, ну, на самом деле, очень-очень классно и очень-очень ценно. Вот. То есть ты со своими читателями начала встречаться, начала пересекаться как-то? Нет, изначально я знакомилась с людьми, потом они становились моими читателями. И сколько у тебя сейчас читателей в соцсетях? Ну, ВКонтакте у меня аудитория около двух с половиной тысяч, вот. Я не могу сказать, что я со всеми ними знакома лично, конечно, нет. Сейчас просто люди приходят, новые, 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 не знаю даже иногда, кто это, но читают, им интересно. А они ждут твою книгу? Многие ждут, многие меня спрашивают. Я какое-то время назад призналась честно, что два месяца я ничего не пишу, я прокрастинирую, я вообще не уверена, нужно ли это писать. Они говорят, Саша, ты что, обалдела? Сколько ты будешь вообще испробовать наши нервы, тянуть вообще резину? Давай уж публикуй, мы ждём. Так что идут. Интересно, ждут. А сейчас какое рабочее название книги? Сейчас название «Вдохновение и смелость. Лайфхаки для потокового движения по жизни». Какой жанр этой книги? Это нонфикшн. То есть основой книги был автобиографический роман, произведение. Но я рассказываю не только про себя, про свой опыт, но ещё и делюсь способами взаимодействия с миром, способами мышления, способами решения тех или иных задач в очень нестандартных ситуациях. И это те способы, которые не все ими владеют. Ими важно поделиться, их можно перенять и тоже использовать в своей жизни. То есть это какие-то способы преодоления каких-то новых ситуаций? Отношения к той или иной ситуации или решения сложных задач. Бывает так, например, что ты хочешь, ты не понимаешь, этого ты хочешь по этому или по другой причине. Ты хочешь путешествия, хочешь общения с теми или иными людьми. Хорошо. Ты путешествуешь одна или с семьёй каким образом? Ты путешествуешь и как часто? Слушай, я люблю разные форматы путешествия. И вот эта книга, вообще мои книги задумываются как сериал. Первая книга – это самое такое дикое, самое, я бы даже сказала, хиппи-стайл путешествие, когда я просто приехала отдохнуть в Анапу. Почему в Анапу? Зачем в Анапу? Как-то вот меня это клюнуло, я туда приехала. И в итоге, приехала на недельку, в итоге осталось жить в диком лесу, в компании туземцев определенной субкультуры на целый месяц. А потом вообще поехала в автостопное, собрала компанию, поехала в автостопное путешествие в Крым. То есть это было самое-самое такое дикое путешествие. У меня есть большой опыт походов. Например, впервые в походе туристическом я оказалась два года. У меня родители туристы, и это были водные походы и по рекам, и по озерам, и даже по Белому морю на Байдарку. Тоже такие полудикие. Также я очень люблю цивилизованную. То есть в этой книге я рассказываю про дикое путешествие. Следующие серии будут про автопутешествия, что, учитывая мои отношения с машинами, это тоже непростая, но интересная история. А следующая серия будут уже путешествия за границу, где перелеты, контакты с представителями других стран, других культур. Как там чувствовать себя нормально, комфортно, когда у тебя не то, что купленный культур, а когда ты спланировала себе интересное путешествие. Ездишь, например, в Сербии я была, организовала себе самостоятельно такое путешествие, чтобы поехать, съездить в разные уголки страны, увидеть и разные города, и заповедники. Это не так просто, учитывая то, что сейчас перелеты с пересадками. И ты сейчас в наше время путешествуешь за границей? Да. И как часто? Слушай, для меня идеально, когда я путешествую раз в сезон, то есть каждые три месяца. Это просто классно. Но у меня бывает, что, скажем, большие поездки, там, скажем, на две недели или на месяц, они там, скажем, пару раз в год. И есть такие более короткие поездки. А путешествуешь с семьей, а одна, как предпочитаешь, с друзьями? Это тоже отдельная тема. Путешествую я очень по-разному. Путешествую и с семьей. У меня трое детей. Но могу сказать, что они не такие любители поездок и путешествий, как я. И они, скажем, не любят дикие путешествия. Для них важно что-то такое более цивильное и где меньше нагрузок. Вот. Путешествия иногда с друзьями. Например, во время моих поездок в Крым, это были такие длительные путешествия авто. Мы ехали, например, с одной компанией, шли с ними в горы. Потом кому-то через неделю или через две надо было возвращаться на работу. Был случай, когда после Крыма я поехала в Дагестан, и друг специально из Казани приехал в Пятигорск, чтобы мы с ним вместе на машине после путешествия в Крым уже проехались по всему Кавказу, заехали в Чечню и Дагестан. Потом он уехал, и я уже с третьей компанией возвращалась в Москву. То есть это такой вот круговорот, и бывают очень интересные моменты. Например, люди, читающие мои посты, тоже увлекаются этим стилем, хотят пересечься, встретиться, тоже составить компанию на каком-то этапе. И так происходит, что это все-таки происходит. Что мы встречаемся в разных точках мира, какое-то время проводим вместе, потом разъезжаемся по своим делам. В общем, это такой очень интересный процесс. Ну, я думаю, у тебя последователей очень много, потому что приезжая, например, в Анапу, любители Анапы или те, кто там живет, сразу начинают читать про свой город, про то, кто приехал, какие у него остались впечатления. Мне кажется, приезжая в любую часть России или за рубежом, ты находишь свою целевую аудиторию. Мне кажется, в этом тоже есть такая фишка. Ты знаешь, я никогда не ищу в путешествиях свою целевую аудиторию. Мне в путешествиях важно именно само путешествие, контакт с миром, с людьми, с разными культурами. Я как будто бы, знаешь, географически меняю свою точку зрения. И общаясь с разными людьми, я смотрю в чем-то на мир их глазами. И на самом деле не так легко мне попасть в попутчики или мою компанию. Например, вот ты сказала про Анапу, там в самом городе обычно живут люди, отдыхают там люди, которые не ищут приключений. И это такой курорт для родителей с детьми. Там люди предпочитают спокойствие, какую-то такую семейную размеренную жизнь. Я, например, прилетела в Анапу, да, но потом нашла там вообще какое-то вот удивительно совершенно неформальное место, где просто гуляя вдоль моря, встретила людей и мне предложили там остаться и сказали, вот смотри, палатка пустая, тут так классно, тут такая атмосфера, костры, гитары, мы тут живем, тут все совершенно волшебное. Вот. Но могу сказать, что действительно у меня появляются не то что целевая аудитория, а знакомые и друзья очень ценные в разных точках мира. И это очень важно для меня, вот это общение. Для меня важно быть действительно не запертой в одном географическом месте, а соприкасаться, контактировать с разными людьми. Интересно. Скажи, пожалуйста, как путешествия сочетаются с работой и семьей? Или ты удаленно работаешь? Сейчас моя работа большей части удаленная, хотя я провожу и оффлайн-встречи по арт-терапии. На тот момент, когда я писала книгу, у меня были, скажем, проекты большей части в зимний-осенний период, но было время и для отдыха, например, свой отпуск, да, я могла уехать. Лето, как правило, у меня время отпуска. Ну, не все лето, а частично. Я выделяю время и на путешествие с семьей, и на путешествие самостоятельно. У меня трое детей, иногда мы с ними куда-то вместе ездим. Ну, не могу сказать, что они разделяют сильно мою страсть к путешествиям. Больше всего я путешествую летом, либо на какие-то праздники, их каникулы, когда есть возможность детей отправить на каникулы в деревню к бабушке, или они уезжают со своим папой на их родину. И в это время я могу спокойно перемещаться. Скажи, пожалуйста, как твоя книга связана с твоей работой арт-терапевтом и изобразительным искусством? В плане изобразительного искусства мне очень классно рисуется в поездках. Я создаю авторские колоды метафорических карт, книжные иллюстрации. И когда нахожусь в каком-то особом месте, где особая энергетика, когда, скажем, не в городе, на природе, когда контакт с природой, когда я чувствую вот эти вот энергии, очень классно рисуются вот такие вот образные штуки. Например, одну колоду метафорических карт я рисовала большей частью, когда находилась в Крыму на Фиоленте. Это было просто на диком пляже, я жила в палатке, моя прекрасная знакомая ходила и курила трубку, бушевала море. И в этой прекрасной атмосфере я создавала свои карты, там очень хорошо приходили образы. Либо рисовала иллюстрации книги Майи Филипповой, эта книга тоже скоро сейчас выйдет, сборник стихов. Я их рисовала в сербской даже, я не могу сказать, деревушке, маленьком городе, маленьком домике на горе Тара, среди лесов, полей. Тоже совершенно очень красивое, уникальное место. И когда ты рисуешь в таком месте, да, совершенно удивительные иллюстрации получаются, наполненные вот этой энергией. Еще арт-терапия — это сейчас основное направление, которым я занимаюсь. Я провожу и оффлайн-встречи в Москве, это встреча либо в красивых ресторанах, либо в парке, где мы встречаемся и рисуем. Рисование — это такой классный-классный метод, который позволяет отключить работу мозга, включить образное мышление, заглянуть внутрь себя, в глубь себя, в свое подсознание и достать ответы на очень важные вопросы, которые можно, скажем, с психотерапевтом искать, доставать, анализировать годами. Это можно сделать гораздо мягче и проще и легче с помощью арт-терапии. Провожу как групповые встречи оффлайн, так и онлайн-встречи, личную терапию. Как часто ты такие проводишь встречи? Оффлайн-встречи проходят примерно раз в неделю или раз в две недели. А уффлайн? Онлайн? Да. Онлайн регулярно. Например, для одного клиента, кто приобретает пакет сесси, это могут быть встречи один, два, даже три раза в неделю в зависимости от запроса, в зависимости от потребностей. Неужели можно через арт-терапию решить какие-то собственные проблемы? Конечно. И это я обучаю контакту человека с самим собой, со своим подсознанием. То есть не то, что ему нарисовал и все расшифровали. Нет. Человек рисует и с помощью своей работы учится сам анализировать и понимать, что уже с ним, собственно, происходит. Что он чувствовал или не чувствовал. Вот так. Название книги ассоциируется со словом «потоковое движение», да? Угу. Скажи, пожалуйста, вот это «потоковое движение», что оно значит для тебя? Откуда вообще оно пришло, это понятие? Угу. Ты знаешь, сейчас у слова «поток» есть такое вот негативное значение, когда люди, которые в потоке, это такие странные эзотерики, которые там не ставят себе цели, плывут по течению, занимаются не пойми чем, какой-то ерундой очень часто. У меня другое отношение к этому слову и к этому состоянию. Оно, наверное, я согласна с очень известным психологом Михеем Чиксин Михаем, который написал уже целую книгу «Поток» и исследовал потоковое состояние, рассказывал про них. В чем, собственно, заключается состояние потока? Это состояние, когда человек ставит себе цели, пассивные цели, достигая которых он одновременно и развивается, совершенствуется и получает результат. То есть, когда цель слишком сложная, человек сталкивается с неудачей и такой «ой, ёлки-палки, у меня ничего не получилось». Если слишком легкая, приходит скука и тоже ему не хочется ничего делать. Поток – это именно состояние развития мастерства, развития движения. Когда ты находишься в этом состоянии, у тебя пропадает чувство времени, ты сливаешься с процессом. Это, например, как любая профессия, например, ты можешь быть в потоке, когда печешь пирожки и делаешь это с каждым разом лучше и лучше. Когда ты пишешь картину и при этом стараешься добиться лучших результатов, ты наслаждаешься теми навыками, которые у тебя уже есть и хочешь улучшить их, усовершенствовать. То есть, это не бесцельное шатание, это всегда про развитие. А как в это состояние можно войти? Сознательно можно было войти? Что для этого нужно сделать? Конечно, оно тренируется. Важно определить свои цели, свое направление. Кстати, цели определять тоже не всегда понятно как. Бывает, человек ставит себе цели и не понимает вообще, нужно ли их осуществлять. Его ли это цели? Может быть, это навязанные обществом? Может быть, это цели родителей или как? И тут, кстати, очень помогает арт-терапия. Можно свериться, правда ли ты этого хочешь, действительно ли ты этого хочешь. Тут твое подсознание само тебе скажет, вообще нужно тебе с помощью рисования, включения системы образов, хочешь ли ты действительно этого добиваться, а не получится ли какая-то фигня и разочарование, когда ты добьешься. Арт-терапия своего рода детектор ЖИ. Да, это способ увидеть ситуацию более ясно, более широко и более глубоко.